Привет, Cover Project! Меня зовут Михаил Мироненко, руководитель Marion Studio. Мы занимаемся дизайном и воплощением интерьеров, в основном интерьеров в современной классике, американской классике, и сегодня мы расскажем об одном из наших проектов как раз в этом стиле. Этот дом находится в поселке Ренессанс-Парк, в Подмосковье, основное строение 500 квадратных метров, при этом есть еще дополнительное строение 100 квадратных метров, они дополняют друг друга по функционалу и по номенклатуре помещений. Мы поработали над фасадным решением обоих строений. Изначально предполагалось застройщикам выполнить такой достаточно классический декор с обилием элементов и вензелей. Мы это успокоили, использовали в качестве основного материала декора лаконичный дагестанский камень, выбрали красивый европейский кирпич и получили такой английский дом в спокойном его прочтении и исполнении. Нам очень повезло с заказчиками. Дело в том, что до этого, примерно 5 лет до начала работы над проектом дома, мы работали над проектом квартиры для этой же семьи и мы понимали в деталях пожелания о том, каким может быть интерьер. И на самом деле развитие решения оформления интерьера в доме – это некое продолжение того, что было сделано, или то, что мы не смогли сделать в квартире, которая была существенно меньше площадью. Основным инициатором и контактным лицом со стороны заказчика был именно супруг. Ему было важно участвовать в принятии каждого из решений. Он в деталях знает свой проект, так бывает не всегда. И для нас это отдельное удовольствие быть в таком тесном взаимодействии с заказчиком на каждом из этапов разработки проекта. Изначально застройщикам предполагался один основной дом. И когда мы начали работать над проектом, мы стали понимать, что номенклатуры помещений недостаточно для всех пожеланий наших заказчиков. Отсюда родилась идея дополнительного строения. Это не новое решение. И зачастую мы в наших проектах предлагаем построить либо отдельный павильон для приема гостей, либо отдельный павильон для спортивных занятий. Здесь ровно то же решение. Мы предложили павильон, который используется больше в летнее время, с большой раздвижной системой конных проемов, с большой гостиной, приятной террасой, с отдельным спортзалом, который не поместился в основном доме. При этом мы еще внедрили сауну, красиво ее оформили, дополнительная кухня. То есть в целом это еще функционал, которого не было в основном доме. Работая над планировкой этого дома и дополнительного строения, мы опирались на классические приемы оформления интерьера. Также при декоративной части мы понимали, что мы используем наличники классические, деревянные панели, использовали классические филенки и раскладки на дверях. Тем самым мы создали определенное пространство, в котором со временем наполнение может меняться, но классический ордер поддерживает такой вневременной его статус. Площадь основного дома 500 квадратных метров. Познакомимся с планировкой. Начинаем с прихожей. Нас встречает большая парадная входная дверь. Над ней досюда порт. Решение, которое позволяет сделать высоту двери визуально больше. Слева и справа мы разместили встроенные шкафы, сделав помещение еще более правильной формы. Далее через сдвижные перегородки мы попадаем в помещение гостиной. Нас встречает лестница. Эта лестница занимала свое положение уже когда дом был построен. Мы начали заниматься проектом, поэтому мы ее лишь оформили. Далее, проходя к основной зоне в гостиной, нас встречает камин, основная ось, диванная группа, два кресла. Все это гармонично скомпоновано друг с другом. Американские предметы большие, просторные, уютные. И через портальный переход мы можем оказаться в зоне столовой. Также через портал мы попадаем на кухню. Из помещения гостиной у нас есть возможность перейти в зону гостевой спальни первого этажа с небольшим санузлом, с душевой. Сама помещение небольшое, но при этом в нем есть все необходимое для того, чтобы бабушка, например, могла разместиться на одну, две, три или много ночей, потому что есть и гардеробное хранение, и стеллажное хранение, есть тумбочка прикроватная, удобное кресло. Напротив этой комнаты размещена игровая. Здесь сыновья и их друзья могут проводить время, играя в PlayStation, настольные игры, шахматы. И также мы предусмотрели выход через распашные двери на террасу приигровой. Зона персонала размещена над гаражом. Это просторные две комнаты с кухней. И так устроен транзит, что заказчики и персонал не пересекаются друг с другом. Поднимаемся по парадной лестнице на второй этаж. Здесь обратим внимание, как мы организовали мастер-зону. Мы сразу поворачиваем направо и попадаем в просторное гардеробное помещение. Здесь мы использовали такой прием, когда шкафами мы разделяем пространство небольшой такой мастер-прихожей и основной спальни. Большая кровать 2х2, текстильные изголовья, масштабные прикроватные тумбы, красивые керамические лампы и свой приватный балкон, который ориентирован на внутренний двор. Из мастер-зоны мы дальше круговым движением можем попасть в большую гардеробную. Гардеробная за сдвижными перегородками открытого типа. При мастер-зоне есть небольшой кабинет с таким столом фасолиной. Также есть диван, кресло, то есть вчетвером можно разместиться, провести какие-то приватные переговоры. Далее, продолжая движение, мы попадаем в просторную большую ванную комнату с отдельной чашей ванной, двумя раковинами, просторной душевой. Обратим внимание, что из ванной комнаты у нас есть еще один транзит выхода сразу в лестничный холл. Таким образом, у нас есть возможность быстрого попадания в ванную комнату, если необходимо, либо у нас есть полный транзит из мастер-зоны от спальни в ванную комнату. Также на втором этаже классически размещаются стальные приватные зоны. Это комната младшего сына, комната старшего сына. У старшего сына есть свой выход на балкон. Обратим внимание на декор стен в комнате старшего сына. Это футбольные атрибуты, которые мы обрамили багет и сделали такую трофейную стену с футболками известных футболистов. По примеру первого этажа, над той же зоной, что и на первом этаже, у нас размещается гостевая комната на втором этаже, тоже с обзором на въезд. Ну, если мы предполагаем, что внизу была комната бабушки, то здесь, ну, наверное, это комната дедушки. Помещения павильона дополняют своим функционалом основной дом. У нас здесь есть большая гостиная, спортзал, сауна, зона душевая и отдельная кухня, которая обслуживает зону террасы подкровлей с большим столом для летних посиделок, в том числе и в дождливую погоду. Обратим внимание на террасу. Здесь мы разместили большой стол, стулья. Наибольшее количество гостей здесь может разместиться. И буквально до поздней, поздней осени и с ранней весны заказчики используют это пространство. Нам нравится работать с натуральными палитрами. Это английские краски в основном. И мы называем их съедобными. Специально для каждого из помещений мы формируем целый набор выкрасов от 4 до 6 иногда на каждое помещение. И выбираем тот детально подходящий оттенок под каждое из помещений. И вот такие натуральные оттенки, они позволяют нам и далее вводить любые цвета, любые сочетания более смело и деликатно. Нам было очень приятно, что с самого начала заказчик обозначил, что стены в его доме для того, чтобы развесить картины. И мы подбирали в галереях Москвы работы российских художников, уже известные работы, или художников, которые только набирают популярность. Примеряли. И на это ушло ни день, ни два, ни три. Но при этом сейчас все стены декорированы красивыми работами российских художников. Наши заказчики изначально очень городские люди. И когда мы начинали работу над проектом, мы знали, что это должен быть дом, дача для того, чтобы провести субботу, воскресенье, вернуться в город. Но сейчас мы получаем от заказчиков отзывы, что они стремятся в этот дом каждый день, стремятся приехать туда, может быть, в середине недели. И для нас это большая удача, что еще одна семья нашла счастье в загородной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok